Друзья, всем привет! С вами Автору и сегодня мы приехали на тест обновленного Mercedes-Benz GLC. Если последние 10 лет вы находились в бункере или вообще не интересовались автомобилями, то я напомню, что это преемник квадратного кроссовера GLK, который пользовался очень неплохим спросом на российском рынке. Но и GLC не уступает своему предшественнику. Это вторая по популярности модель Mercedes-Benz на российском рынке и опережает ее только E-класс. И сейчас я расскажу 5 фактов об этой модели, которые нужно знать именно сегодня. Внешние изменения GLC можно охарактеризовать как точечные. Спереди больше всего изменились фары, и на всех комплектациях этой модели они уже с завода будут полностью светодиодными. Ну а за доплату на GLC поставят продвинутую адаптивную оптику. Сзади появились новые фонари и полностью переделанный бампер с новыми патрубками выхлопной системы. На этом, в общем-то, перемены и заканчиваются. И, честно говоря, до рестайлинговой GLC казался мне каким-то, что ли, более солидным. Кстати, что вы думаете по поводу внешности обновленного кроссовера? Своё мнение можете высказать либо в комментариях, либо поучаствовав в вопросе, нажав на подсказку в правом верхнем углу экрана. Перемены в интерьере тоже не радикальные. Первое, что обращает на себя внимание, это новый руль. Здесь появились тачпады для управления мультимедийной системой и, да, новой полностью цифровой приборной панелью. И она, как вы уже могли догадаться, тоже ничем не отличается от приборных щитков, которые используются на всех современных мерседесах, включая самые маленькие, построенные на переднеприводных платформах. Но самая главная и заметная перемена в интерьере GLC – это новая мультимедийная система. Это развлекательный комплекс MBUX, и он предлагается в двух вариантах – с 7-дюймовым дисплеем или с экраном диагональю 10,25 дюйма, как на нашей машине. Естественно, он напичкан всем самым продвинутым функционалом, который прямо сейчас есть у Mercedes-Benz. Здесь и навигация с дополненной реальностью, и когда вы подъезжаете к повороту, на экран выводится картинка с передней камеры, и появляются виртуальные стрелочки, показывающие направление следующего маневра. Также здесь есть продвинутая система голосового управления, которая понимает обычные фразы, а не шаблонно прописанные предложения. Например, этой машине можно сказать, что вы устали и хотите выпить кофе, и мультимедийка сама проложит маршрут до ближайшей кофейни. И управлять развлекательным комплексом GLC можно аж пятью способами. Во-первых, экран здесь сенсорный, во-вторых, можно управлять тачпадом, который находится на руле. Плюс ко всему, те самые нативные голосовые команды, про которые я уже говорил. Также у этого комплекса есть система управления жестами, но, честно говоря, я пока так и не понимаю, как она должна работать. Наконец, здесь появился новый тачпад на центральном тоннеле. Да, у GLC и раньше здесь был сенсорный джойстик, но теперь он стал больше по площади и выглядит, откровенно говоря, элегантнее и красивее. Плюс ко всему, у GLC после обновления появилась так называемая система энергайзинг, которая позволяет изменить атмосферу внутри автомобиля. Она, например, сама подберет оптимальную температуру, включит функцию массажа, если кресла вашего GLC ей оснащены, а также подберет оптимальный плейлист. Во всем остальном интерьер GLC остался прежним, но разве это плохо? В конце концов, здесь прекрасные материалы отделки, вся центральная консоль обшита настоящим деревом. Короче говоря, все по-мерседесовски дорого и красиво. Зато заметные изменения у GLC после рестайнинга случились в технике, но, например, у кроссовера практически полностью изменилась моторная гамма. И если мы не берем AMG-модели, то на все остальные модификации теперь ставят новые двухлитровые турбо-четверки, бензиновые и дизельные. У бензиновых моторов появились твин-скрольные турбины, а также новый стартер-генератор, который работает от 48-вольтовой системы бортового электропитания. И этот же стартер-генератор помогает двигателю внутреннего сгорания, например, на ускорениях, добавляя 150 дополнительных ньютон-метров тяги. Но работает эта штука только до 2500 оборотов. Плюс ко всему, новый стартер-генератор, как говорят в Mercedes-Benz, обеспечивает более плавный запуск двигателя при включенной системе старт-стоп. Все эти перемены, как утверждают немцы, необходимы для того, чтобы получить производительность шестицилиндровых двигателей с экономичностью тех самых двухлитровых турбо-четверок. Ну а с дизельными двигателями таких радикальных изменений не случилось. Их просто подтянули до новых экологических стандартов, которые действуют в Европе. Сейчас я еду на кроссовере в модификации GLC 300. Здесь стоит, да, та самая двухлитровая турбо-четверка, которая выдает 258 лошадиных сил и 370 ньютон-метров крутящего момента. Сочетается этот мотор только с 9-ступенчатым автоматом. По паспорту такой GLC разгоняется с места до 100 км в час за 6,3 секунды. И по ощущениям это полностью соответствует действительности. У мотора нет никакого вау-эффекта, он ровно тянет во всем диапазоне оборотов. Ну, такой отличный двигатель для городского кроссовера. Расход топлива в такой короткой поездке оценить, естественно, непросто, но у нас сейчас бордовой компьютер показывает чуть более 10 литров на 100 км пробега. Но мы в основном ездили по автобанам с высокой скоростью и по вертлявым загородным дорогам с большим количеством поворотов и с приличным трафиком. А еще на впечатление от работы этого силового агрегата очень сильно влияет выбранный режим работы управляющей электроники. Здесь их, кстати, по умолчанию 5. И в комфорте силовой агрегат довольно-таки ленив. Коробка не торопится переключаться вниз, реакции на газ немного задемфированы. Короче говоря, не самый оптимальный вариант для тех, кто любит ездить пободрее. В спортивном режиме реакции становится поживее, уходят крены, но коробка переключается грубовато. Лично мне не хватает какого-то промежуточного варианта, в котором коробка работала бы так же быстро, но несколько поделикатнее. Ну, а Sport Plus и GLC слишком рьяно корчат из себя зажигалку, и лично мне такая настройка вообще не по душе. Еще одно техническое новшество GLC после рестайлинга – это новый вариант адаптивной подвески. На версии подороже будет ставиться подвеска, у которой жесткость амортизаторов регулируется индивидуально на каждом колесе в зависимости от дорожных условий. Но как едет GLC с новой подвеской, я не имею ни малейшего представления, потому что нам на тест выдали кроссовер со старой доброй пневмой, которая в обычном режиме просто потрясающе комфортна. Естественно, после рестайлинга GLC сильно прокачался и по технологиям. Например, здесь теперь стоит продвинутый адаптивный круиз-контроль. Он умеет сам считывать дорожные знаки и подстраиваться под действующее ограничение скорости, а не просто следовать за автомобилем, который едет впереди. Плюс ко всему адаптивный круиз здесь завязан на навигацию. Если вы проложите маршрут, то машина сама будет замедляться перед следующим поворотом. Мы проверили, как эта штука работает, и, честно говоря, я от нее не в восторге, потому что действует она грубовато, и тормозить начинает довольно-таки поздно. И когда вы подъезжаете, например, к какому-то закрытому повороту, возникает какое-то чувство опасности, потому что машина просто-напросто не замедляется. Вы сами нажимаете на педаль тормоза и выключаете всю эту магию. Грубовато работает и система слежения зарядностью движения. Вместо того, чтобы плавненько вернуть вас в полосу, она просто пинает вас обратно. И все это вмешательство вряд ли понравится тем, кто любит активно ездить, поэтому выключайте всех электронных помощников и наслаждайтесь юрким, сбалансированным, но вместе с тем довольно комфортным шасси этого кроссовера. Ну а если такая машина нужна вам для того, чтобы по большей части ездить в плотном городском трафике, то все эти электронные помощники будут вам только в помощь, потому что в пробках эта машина может передвигаться самостоятельно. Но рано или поздно все равно попросят вернуть руки на руль. Ну а теперь самое главное. Обновленный GLC появится в России уже очень скоро. Обычный кроссовер доберется до нас в июле, ну а купе-образная версия приедет в Россию в августе. И на российском сайте Mercedes-Benz уже появились цены на обновленный GLC. И, кстати, обновленная линейка моторов для нас тоже актуальна. Ну а что вы думаете, сможет ли обновленный GLC подвинуть Е-класс и стать локомотивом продаж Mercedes-Benz на российском рынке или же этот рестайлинг только все испортит? Своим мнением обязательно поделитесь в комментариях под этим роликом. Ну а также не забудьте подписаться на наш канал и включить уведомления, чтобы не пропускать новые видео. Увидимся! Субтитры создавал DimaTorzok